Ярославским хлебопекам нужна помощь. Предприятие Русьхлеб стоит, работники не получают зарплату. Несколько десятков человек собрались у проходной родного предприятия, чтобы поделиться на болевшим. Их выслушала Яна Хромова. У проходной Русьхлеба непривычно многолюдно. Непривычно, потому что два месяца предприятие стоит. Люди не работают. Раз в неделю приходят, чтобы узнать новости. Зарплату не получаем с октября месяца. Я работала здесь вместе с мужем. Мужа сократили. Я без работы. Семья у нас практически без денег. Дохода нет. С того века еще работала. С 99-го года. В 2007 году было. Как-то попроще было. Можно было найти работу. А сейчас работы нет по городу. Без денег и работы. В такой ситуации оказались три сотни человек. Именно столько числится сейчас на Русьхлебе. Формально, говорят люди, они сидят дома за две трети от оклада. Мы не просим ничего сверхъестественного. Ничего не требуем чужого. Мы просим свое. Выплатите нам наши долги по зарплате. И дайте нам возможность работать дальше. На соседней Украине за куском хлеба люди, рискуя своей жизнью, бегают под пулями. А тут закрываются такие предприятия. Мы же все-таки, в конце концов, не косметику производим. Предприятию Русьхлеб в январе исполнилось 25 лет. Некогда один из гигантов ярославской промышленности завод выпускал все, что можно сделать из муки. Продукции снабжали всю область и другие регионы, вплоть до Казахстана. В цехах трудилось свыше 500 человек. Даже после реорганизации и смены многочисленных директоров, до последнего времени Русьхлеб стабильно работал. 25 тонн хлеба город и близлежащие наши областные брали хлеб, поэтому не 50%, но около этого. Хлебозаводы первые и четвертые, я не думаю, что они смогут обеспечить такой объем. Поэтому у нас на прилавках появились хлеб вологодский очень много, Питер, Москва. Все везут и все везут к нам. Нынешний генеральный только месяц своей должности. Учредители завода несколько москвичей. С ними, уверяет Андрей Корсаков, он постоянно на связи. Я созвонюсь с ними каждый день, по два раза в день. Меня в очередной раз уверяют, что все решится положительно. Практически на этой неделе переговоры завершаются. Осталось только поставить подписи, закрепить этот успех, и будут новые вливания, оздоровление предприятия. Это уверяют меня собственники. С этой недели на предприятии должны отключить газ, электричество и воду. Долги по коммуналке приблизились к 4 миллионам. Руководству удалось добиться отсрочки, но заплатить надо до конца января. О тяжелой ситуации в Ярославле учредители знают и уверяют, что работникам Русьхлеба осталось ждать недолго. Предприятие должно заработать. Постепенно обещают гасить и долги. Большая конкуренция. Соответственно, мы были немножко неконкурентоспособны. Сейчас мы по-новому все пересматриваем. Лишнего производить не будем. Будем только на определенных позициях работать. На этой неделе или на следующей неделе мы уже должны работать. Правда, работники завода говорят, что устали ждать. Ведь подобные обещания они слышали не раз. Яна Хромова, Михаил Орлов.